Люблю грозу в начале мая, а Берлин и вообще любой европейский город в конце ноября, в начале декабря. Уезжаешь из Петербурга, там минус 10, а приезжаешь сюда, тут травка зеленая, и на некоторых деревьях еще листочки растут. И на самом деле вот эта площадь, которая перед вами, она гораздо менее заполнена туристами, чем если, скажем, в июле, когда вы сюда придете, и тут просто, знаете, не хватает только мангалов. По поводу Рейхстага, есть масса историй, я начну с совершенно малоизвестной. Дело в том, что изначально проект на создание этого здания, на создание здания, видите, опять-таки, какой мастер элоквенции, выиграл наш русский архитектор по фамилии фон Бонштетт. Это такая же история, как с зданием оперы в Париже, мы знаем, что она теперь у нас опера Гарнье, потому что так звали архитектора. Изначально выиграл, опять-таки, ну, как бы мы сейчас сказали бы, тендер или конкурс на постройку. Наш, опять-таки, русский Альберт Катаринович Ковоз, автор здания Мариинского театра, перестройки Большого дворца в Москве и так далее. Так вот, фон Бонштетт, он тоже известен многими постройками, на этот раз в Петербурге. Это, например, дом Зинаиды Юсуповой на Литийном проспекте, тот, который смотрит в створ улицы ныне, она называется Белинского. Наверное, символично то, что он сам был по происхождению немец, и, как я миллион раз говорил, это было абсолютно все равно в Российской империи, потому что там человек рассматривался не с точки зрения его национального происхождения, а с точки зрения его вероисповедания. Соответственно, Бонштетт был лютеранином, и он был инославный, то есть христианин, но не православный. Вот так вот выглядел его проект, и, в общем-то, собственно, все должно было быть на мази, но, как обычно, там денег не хватило, то есть все пятое-десятое. И прошло какое-то время, и вдруг выяснилось, что проект Бонштета, он немножко морально устарел. То есть объявили новый конкурс, в котором предложили принять участие и ему самому. Ну, как вы понимаете, для творца это, в общем-то, удар по его самомнению, по вообще... Ну, это действительно не очень корректно, да, то есть ты все выиграл, ты все подтвердил. Тут тебе предлагают не просто повторить это все, а переработать, а, может быть, еще даже лучше построить новый проект. И, соответственно, это он и сделал. Он переработал свой проект, но, увы, не угадал. И в итоге получилось так, что следующий конкурс он проиграл. И это здание, которое могло бы быть построено по проекту архитектора из Российской империи, было построено местными немцами. Ну, и, естественно, для нас крайне важно все, что связано со Второй мировой войной. И здесь я вам хочу показать, сейчас я удалюсь от этих кудахтующих... Гешембе-мешембе вот этих вот. Книжку хочу показать. Вот так вот она называется. «Тайны Берлина», автор Михаил Кубеев. Ну, книга, на самом деле, неплохая. Она, может быть, не идеальна с точки зрения путеводителей, какой-то публицистики исторической. Но я действительно подчеркнул там массу интересного, кое-чего перепроверил, действительно так. Но, что самое главное, он тут пишет о личных встречах. Он пишет о личных встречах с, например, Ольгой Чеховой, о которой я всегда рассказываю здесь, в Берлине, на площади Вильгельмплац, куда она приходила в здание, где располагалось непосредственно, как мы сейчас сказали, агентство пропаганды, возглавляемое Геббельсом, где она познакомилась с тремя Гитлером, Геббельсом и Гиммлером. И также он пишет о личном разговоре с фотографом по фамилии Халдей. Дело в том, что этот фотограф, он известен у нас знаменитым снимком, знамен Дрейхстагом. Извините за это пошатывание камеры, я ее в руках держу, а то некоторые тут писали, потому что раз у них голова кружится. Ну, такие вы все нежные. Значит, Евгений Халдей, вот он реально спишет, что эту историю сам Евгений Халдей рассказал. Дело в том, что его дядя, которого звали, я уже не запомню, это прочитаю, Израиль Соломонович Кишицер из Сталина, ну, это Сталин, потом был до этого Юзовка, потом это был Донецк, ну и, собственно, сейчас это опять-таки Донецк. Он подарил ему простынь, скатерть, я уж не знаю, красного цвета, и попросил своего племянничка водрузить ее над Рейхстагом. Ну, сам племянничек этого не мог сделать, но действительно он нашел, сейчас я опять-таки посмотрю, кого, как звали этого человека. Алексей Ковалев его звали. Вот, тот согласился, они сделали этот снимок, который попал в фотохронику ТАСС и обошел, в общем-то, все мировые издания. Действительно, снимок классный, знаковый. Уже в 70-х годах возникла проблема. Дело в том, что дотушные ветераны вдруг выяснили, что знамя-то не полковое нифига, то есть там серп и молот, звезда, а вот всей вот этой простыни, которая обычно на полковых знаменах, номер, все эти цифры, буквы и так далее, они отсутствуют. Стали копать, и тут вдруг выяснилась такая подробность, что, оказывается, это вообще и не знамя изначально. В общем, этого Халдея выгнали из Творческого Союза, попросили молчать, что он и делал, но потом, когда он уже вышел на пенсию, он рассказал эту историю автору данной книги. Вот что только не бывает в нашей жизни. Ну, а немцам надо отдать должное хотя бы в том, что они до сих пор сохранили надписи на стенах, некоторые надписи на стенах, которые нацарапали наши бойцы. Вот одну из них я видел лично, когда поднимался на этот купол, который, как вы знаете, сделал по проекту Фостера. Там она есть, ее можно рассмотреть. Я покопаюсь в своих старых фотографиях, вывешу ее. Точно так же вы можете попасть, например, даже посмотреть, ну, не лично, а сверху на заседание, которое там проходит, только для этого надо заранее записаться. Я в прошлый раз, к сожалению, допустил ошибку, пытался записать туда свою группу, уже за две недели места не было. Но это было в октябре, может, в ноябре проще. Тем не менее, имейте в виду, если вы хотите туда попасть, то лучше записываться, конечно, за месяц минимум. А я думаю, что если вы в сезон собираетесь поехать, то, наверное, даже и за полтора. Ну и второй, уже, на самом деле, известный, конечно же, случай, это тот самый поджог Рейхстага. Это то, как Гитлер со своими подручными решил расправиться с коммунистами. То есть, когда он уже официально пришел к власти, здесь возник пожар. И было понятно, что, в общем-то, не вооруженным глазом, что это поджог. Потому что для того, чтобы поджечь вот это здание, ну, видите, да, его, одного человека недостаточно. То есть, как потом выяснилось, там было порядка 60 очагов сгорания. Там действовало до, по-моему, 10 человек. Они использовали лестницы и так далее. Но поймали какого-то вандерлюбия. Это был голландский коммунист. Причем бегал полугулый. И признался в том, что это он. Он поджег. Его судили. Затем там еще троих болгар. Пытались судить, но они оправдались. Сам Геринг, Герман Геринг, возглавлял, точнее, председательством о суде. Именно после этого, кстати, случая был организован новый суд. Самый справедливый суд на Белом Свете, немецкий суд. Располагался он как раз в парке Клейст. Парк называется. В районе Шольненберг. Я туда тоже вожу своих экскурсантов. Потому что там я показываю статуи. Статуи фон Клотта. И, возможно, если у меня будет время во время экскурсии, я, может, там засниму. Пять минут вам это все дело покажу. Вот там заседал этот суд. Где, кстати, точно так же был суд и над Клаусом Шенком фон Штауфенбергом. О котором я тоже пару слов скажу. В общем, с этого знаменательного момента, с поджога Рейхстага, началось преследование коммунистов и социалистов. Глава местной фракции, коммунистической даже, явился лично в полицию сдаться, пытаясь таким образом оправдать честь партии. Но уже ничего не помогло. В двух шагах от Рейхстага находится вот этот памятник, который стоит не в центре Тергардена. Это один из главных парков Берлина. Он стоит, так сказать, смещенный от его центра. Поставлен он здесь не случайно. Ну, во-первых, показательные фотографии, которые демонстрируют нам, как выглядел Тергарден сразу после войны. Здесь вообще ни одного дерева. Просто голое поле. Все разбомблено. Этот парк восстанавливали потом всем миром, можно сказать. Но поставлен он здесь не случайно. Дело в том, что здесь должно было быть пересечение двух главных осей новой столицы мира. Она должна была называться Германия. Планировал ее Альберт Шпеер, личный, можно сказать, архитектор Гитлера. И здесь мы сталкиваемся с очередной историей про то, как большие мальчики меряются письками. У меня есть отдельная лекция на канале, посвященная реконструкции Москвы 1935 года. И вы знаете, что на месте храма Христа Спасителя должно было стоять грандиозное сооружение Дворя Советов с гигантской статуей Ленина. Я даже допустил такую крамольную мысль, что, может быть, и было бы неплохо, если бы ее построили. Потому что неизвестно, как бы мы реагировали на это сейчас. Может быть, сейчас это было одним из выдающихся вообще архитектурных памятников мира. Но не суждено было это сделать. Тем не менее, все это должно было быть выше, чем Empire State Building. Это все, как обычно, догоним и перегоним Америку. В Берлине знали об этих планах. И здесь был свой замечательный план по возведению тоже гигантского здания. Оно должно было располагаться вот там, чуть подальше Рейхстага. Это народный дом или народный купол. Такое гигантское сооружение. Вот еще одну хочу замечательную книжку вам порекомендовать. Из серии «Повседневная жизнь». Это французский историк Жан Морабини. «Повседневная жизнь Берлина при Гитлере». Совершенно замечательная книга. У меня целая полка техник по поводу разных Испании, Германии и чего только нет. И здесь он, например, пишет, что эта ось, которая вела с севера на юг, началась от гигантского вокзала, проходила под новой триумфальной аркой и упиралась в купель хале. Вот этот самый народный дом. Такой огромный купол. Здание с куполом, превосходящим по размеру, конечно же, купол собора святого Петра. Для реализации этих грандиозных замыслов Шперу не хватило времени. Рядом с национальной библиотекой, где предполагалось разбить круглую площадь Рунде-Плац, в 1938 году успели начать строительство только одного здания – немецкого дома туризма. Его руины исчезнут после войны. Дело в том, что это, конечно, ирония судьбы определенная, но Гитлер мечтал сделать эту новую столицу одним из самых привлекательных туристических центров мира, чтобы люди сюда приезжали, чтобы они понимали мощь германской нации, чтобы они оставляли свои деньги здесь. Для них были придуманы всевозможные развлекательные центры. Геббельс об этом очень пекся. Так вот, чтобы окончательно, бесповоротно показать, что этим планам не дано существиться уже никогда, этот памятник был поставлен именно здесь, в центре вот этой будущей столицы мира, от которой остались только планы. Был макет сделан по проекту Шпиера, естественно, который демонстрировался высокопоставленным гостям. Он располагался на Паризин-плац, рядом с Бранденбургскими воротами в одном из зданий. Ну, а потом, соответственно, планам, как вы знаете, недавно было осуществиться, потому что началась военная гонка. Еще до войны деньги все шли на армию, на вооружение, и на архитектуру оставалось совсем чуть-чуть. И здесь же уже в советское время был совершен теракт. Да, здесь, ну, это был западный сектор уже, Берлина я имею в виду, западный сектор. И наш солдат Иван Щербаков был убит одним из немецких неонацистов, который протестовал против политики, проводимой германским правительством. И об этом, в общем-то, особо даже и не распространялись. То есть я об этом случае узнал совершенно случайно, посетив как раз там... На задках есть выставка с фотографиями, и вот там, собственно, об этом и сказано. И приведена даже фотография этого прекрасного, в кавычках, человека. Немцам, которые во время Второй мировой войны, особенно на территории Советского Союза, творили то, что сложно описать словами, после войны нужно было обязательно показать ему миру, что в их среде, в их рядах были те, кто были против Гитлера. Это правда. Действительно действовало несколько организаций. Они назывались Черная капелла, Красная капелла. Красная капелла была, соответственно, организацией, которая сотрудничала с советской разведкой. Черная капелла, наоборот. Это была организация, состоявшая из порой даже высокопоставленных лиц в Вермахте. И все они преследовали одну и ту же цель – скинуть Гитлера. Но у них были разные цели потом. То есть, ну, хорошо, вот мы убираем Гитлера, и что дальше-то? То есть, почему? И как? И что будет происходить после этого? И надо сказать, что в случае с Черной капеллой все, конечно, не так айс, как пытаются рассказать, особенно на Западе, особенно после выхода фильма «Операция Валькирия» с Томом Крузом. Надо сказать, что фильм очень неплохой, действительно достойный. Том Круз реально похож, ну, не похож, он типажом похож на этого Клауса Шенка фон Штаффенберга. Вот он, видите. То есть, такое точеное лицо. Он барон был, то есть, аристократ и так далее. Поэтому и там он показан, действительно, как герой. Он герой ему был. Тут, ну, без базара. Человек принес себя в жертву на благо своей родной страны и так далее. Но показательная дата, когда это все произошло, 22 июля 1944 года. Пытались этот заговор существовать еще в 43-м году. Вообще на Гитлера было огромное количество покушений, вплоть до, там, некоторые переводят цифры в 40. Так, ну, сейчас мы об этом пока не будем говорить. Так вот, почему он показательный? Потому что Клаус Шенк фон Штаффенберг не покушался на Гитлера ни в 39-м, ни в 41-м году. Потому что он, в общем-то, приветствовал и аншлюз Австрии, и завоевание Польши. И, в принципе, даже когда немецкая армия напала на Советский Союз, ну, и цукей, как бы. А вот, когда дело запахло жареным, когда стало понятно, что действительно на территориях вот этих завоеванных творятся зверства самые настоящие, и что армия начинает проигрывать, вот тогда, тогда они и задумались об этом. Штаффенберг, он был инвалидом, он в Тунисе подорвался на бомбе, ему оторвала там часть ноги, часть руки, на другой руке у него отсутствовало несколько пальцев. Тем не менее, он остался в строю, он возглавлял штаб войск, которые назывались резервными, и имел прямой доступ к Гитлеру. Ну, то есть, резервные войска, это те войска, которые вступают в силу, когда основные войска каюк. Либо они точно так же нужны еще для определенных внутренних целей. Вот, собственно, на эти резервные войска и была сделана основная ставка. План был очень незамысловатым, нужно было убить Гитлера в его ставке с помощью бомбы, и после этого произвести государственный переворот. То есть, арестовать, прервать все коммуникации, арестовать всех, соответственно, высокопоставленных лиц, объявить о том, что на самом деле этот теракт совершен главами СС, то есть, спихнуть с себя всю вину, и дальше начать сепаратные переговоры, прежде всего, с западными союзниками. Они прекрасно понимали, что с Советским Союзом переговоры вести бесполезно. Другое дело, что западные вот эти страны, они изначально не шли ни на какой практически контакт с представителями немецкой страны, и у некоторых из участников этого заговора, вообще-то, были далеко идущие планы, то есть, заключить, сохранить Германию в целости и сохранности, ну, в сохранности, в какой возможно на тот момент, и после этого, может быть, даже начать опять войну против Советского Союза уже вместе, соответственно, с представителями западных держав. Забегая вперед, мы знаем, что после войны началась холодная война, так называемая, то есть, с Германией была покончена, тем не менее, война продолжалась. Может быть, в другом формате, но это противостояние, оно действительно осуществилось. Так вот, Шталфенберг, это, ну, вот такой, знаете, в Германии, я не знаю, это такая вот помесь Зои Космодемьянской, в общем, всех вот наших главных героев, там, в ходе 28-ми панфиловцев, который возведен на пьедестал. Еще раз хочу сказать, возведен, с точки зрения того, что он сделал, возведен вполне заслуженно. Он пожертвовал собой, он два раза покушался на Гидера, только со второй раз, со второго раза ему это удалось. К сожалению, для него и для вот той части немецкого народа, которая об этом мечтала втайне, Гитлер остался жив, потому что там бомба была подложена под стол, ее еще там передвинули, в общем, Гитлер отошел от этого стола, и он не пострадал. Единственное, что у него после этого, конечно, начался фактически нервный тик, у него тряслись руки, и надо сказать, что, несмотря на то, что на следующий же день он показывал Муссолини, который прибыл к нему, или даже в этот же день, я точно не помню, в гости, что вот опять провидение меня спасло, но увы, ах, это не прошло бесследно. Штауфенберга расстреляли вот в этом дворе, и сейчас мы переместимся к тому совершенно потрясающему памятнику, и там я продолжу свое повествование. Ну, вот это вот наш герой, это аллегория, на самом деле, его голым не расстреливали. Кстати, в фильме «Операция Валькирия» все происходит именно в этом дворе, это здание сохранилось со времен Второй мировой, одно из немногих зданий, кстати, которое сохранилось, я имею в виду, которое даже продолжает функцию, выполняет свою, оно по-прежнему принадлежит военному ведомству. На самом деле, вот когда был заговор Канариса, там действительно их вешали голыми на струнах рояльных, для того, чтобы они дольше мучились, это все дело снимали на пленку и показывали Гитлеру. Ну, тут, конечно, задаешься себе вопрос, какая прелесть за этим всем наблюдать на кинопленке, но, как вы знаете, Адулев Иолосович вообще был человек специфический, да, поэтому не надо пытаться залезть к нему в голову. Нет, Штауфенбурга расстреляли не голым. Но некоторых из, соответственно, соучастников этого заговора, их точно так же вешали на этих струнах рояльных, причем один из них, фон Бек, он как бы, он был членом этого заговора, но когда он понял, что, упс, ничего не задалось, потому что там пошли аресты, действительно, все решили, что Гитлер убит, пошли аресты, и он арестовал, в общем-то, Штауфенбурга сам, и, в общем-то, и по его приказу он и был расстрелян, но это его не спасло, забегая вперед, могу сказать. Так вот, это самый главный герой, хотя, как бы, был и столяр по профессии, который покушался еще в 39-м году в Мюнхене на Гитлера, то есть там, в зале, где они собирались, он выступал обычно с трехчасовой речью, но в этот раз он выступал только полчаса, поэтому бомба взорвалась чуть позже. Об этом всем есть вот здесь, в этом здании, там богатая экспозиция, несколько этажей про все это сопротивление. Но я очередной раз хочу обратить ваше внимание, насколько, опять-таки, вот был прекрасный, сугубо положительный образ Штауфенбурга создан, посредством Тома Круза. И вот ты думаешь, а вот наших, например, героев различных, Второй мировой войны, Великой Отечественной, как мы ее называем, не изображают таким образом. А если изображают, как, например, это мы сейчас говорим не про Великую Отечественную войну, а уже последующие события, например, К-19-К-19 фильма с Гаррисоном Фордом, он провалился в прокате, потому что американцам неинтересны, неинтересны наши положительные герои, особенно те, что связаны с нашей армией, Красной армией. А вот это человек вполне зашел, фильм сделал кассу, Круз прекрасно его сыграл, и такая героическая эпопея, очень точно подобранная даже внешность героев основных, если мы смотрим на этих генералов, как они выглядят в жизни, и как, соответственно, актеры там играют, и как они подобраны. Ну вот реально, если не копейка в копейку, то очень точно, очень близко, по образу очень близко. Молодцы. Голливуд сделал очень хорошее кино, причем я слушал лекцию какого-то историка, который говорил, что в принципе там даже фактически все правильно изображено. Единственное, что они, конечно, это сжали во временном пространстве, потому что невозможно уложить в канулы повествования все, что происходило на самом деле. Ну а вот здесь, на Поздамском мосту, с другой стороны которого находится новая галерея, построенная по проекту моего любимого архитектора Людвига Мисс Вандерро, сейчас она, к сожалению, находится на реконструкции, висит, естественно, никому не заметна вот такая вот мемориальная доска. И на ней, вот вы можете даже посмотреть, собственно, даже по-русски написано, что, ну, предположительно, на самом деле, примерно в этом месте наш герой Николай Масалов спас девочку. То есть они подступали вот с той стороны вот туда, к Рейхстагу, здесь Ландерканал, и он услышал плач девочки. То есть, судя по всему, мама ее пыталась прибежать на другую сторону. Тогда был приказ вообще никому не сдаваться. Возможно, сами СС-овцы ее подстрелили. И он спас эту девочку. То есть есть его личный рассказ, про того, как это происходило, что вот в какой-то момент, когда все думали, что уже все, наша артиллерия, которая производила обстрел, как будто стал ему помогать. В общем, он вернулся. Ну и, как вы знаете, собственно, в Трептов парке есть монумент по проекту скульптора Вучетича. Вот я недавно тут водил экскурсию в Москве, вокруг площади Суворовской. Там есть бюст Фрунзе, вот его же авторство. Соответственно, этот подвиг стал основой для создания этого памятника. Ну, единственное, что, конечно, самого солдата лепили не с Маслолова, там, с другого человека. Но по поводу этого памятника там тоже есть один замечательный рассказ, который я выделю в отдельный выпуск, потому что он уже связан с определенными действиями, которые произвели на свет зрители моего канала. Друзья мои, я оговорился. Альберт Катаринович Ковоз построил, точнее, перестроил, конечно же, не Большой дворец в Москве, а Большой театр. Мы едем в Берлин 9 марта, но на эти даты записи уже нет. Поэтому, если вам интересно, то записывайтесь на группу, которая поедет в октябре этого года. Вот Париж на 28 января. Места есть. Если вы готовы подорваться, то пишите мне. Я провел совершенно феерический тур в Петербурге трехдневный. Мы гуляли по местам Романова Бесоплей, показал Великокляжевские дворцы, гуляли по местам террористический Петербург, показал там, где убивали, покушались, арестовывали, взрывали и так далее. И третий день был полностью посвящен проходным дворам. Экскурсантам понравилось, мне понравилось еще больше. И, собственно, этот же самый тур, только уже в более приемлемых условиях, потому что это будет весна, пройдет 2-4 мая. Если вам интересно, можете посмотреть программу у меня на сайте, ссылка в описании под видео, и напишите мне. Также принимаются предварительные заявки на поездки в Прагу и Вену, причем, на самом деле, в принципе, я сейчас опрашиваю народ, кому когда удобнее поехать. Это либо осень 2020 года, либо весна 2021 года. И хочу сказать, что 18 и 19 в Петербурге, в Москве, пройдут лекции «Романовы Бесоплей». Я буду рассказывать про Владимира Александровича, прозванного Владимир Кровавый. А кто не успел еще посмотреть ролик про гостиный двор и пиарщика Некрасова, который был вложен на другом канале, можете это сделать. Ссылка в описании внизу, ровно как и все остальные ссылки. На этом все. Оставляйте комментарии. Увидимся в следующих выпусках, а также офлайн, надеюсь. Пока.